Большинство жителей Артёмовского городского округа сегодня все надежды возлагают только на своих депутатов, потому как руководство муниципалитета весьма разочаровало своим пофигизмом и отношением к решению людских проблем. Вот депутаты – совсем другое дело. Они ближе к народу и в Думу Артёмовского городского округа шли, чтобы отстаивать интересы своих избирателей, считают люди, в чем, собственно, в большинстве случаев правы. Так депутат Думы Геннадий Виноградов уже имеет опыт депутатской деятельности в четвертом созыве. И вот в нынешнем году вновь был избран народным защитником. Проблем сегодня в поселке Красногвардейске, как и в любом другом территориальном органе местного самоуправления Артёмовского городского округа, не початый край. Они годами наслаивались друг на друга, копились как снежный ком. И теперь активно участвовать в их решении предстоит именно Геннадию Виноградову. Отметим уже с самых первых заседаний. Он начал задавать прямые вопросы чиновникам и требовать ответы на них. Всех дорога это устраивала. Там произошел небольшой промыв. И получается, вместо того, чтобы эту дорогу отремонтировать, они раскопали эту дорогу, поставили знак, чтобы никто не ездил. Я не был депутатом. Я это смотрел и понимал так, что ее дорогу-то все равно отремонтируют. Как это? Подоспали, дорога сделала. Но получается, прошло время, значит, начали дорогу-то разбирать, я даже не знал. Там трубы метр двадцать в диаметре, одиннадцать метров длиной, семь вроде штук там было заложено. Все ушло, все раскопано. Она вообще на балансе у вас была или нет? Вот смотрите, ловлю на слове, говорит, мне была она на балансе. Договора нету. Я его не вижу. Вы тут запрос сделали в ЖКХ? Нету пока у нас на руках ничего. По моим оперативным данным выясняется, что дорога была на балансе. Была на балансе, представляете? Дорога. И подвели к тому, дорогу разобрали, чтобы не нести ответственность за нее. Вот здесь сейчас стадион у школы находится. Там надо школу новую строить, а в этой пускай ребятишки гопутятся. И закрывать же школу-то им же надо, чтобы не учиться. Здание сегодня находится в ужасном состоянии. Там ребятишкам, получается, не хватает классов, так как они в первую смену учатся все. В вторую смену учиться нельзя. С форзалом на сегодняшний день уже не работает, нельзя его эксплуатировать. А на втором этаже стыка-турка еще в те годы уже отваливалась. Так что вот такое там положение, или надо принимать решение еще, наверное, равное. Единственная школа в Красногвардейске, сколько школ в Боровтемовске. Здание находится в ограниченно работоспособном состоянии. Все здание требует капитального ремонта. Это в 2009 году, сейчас у нас в 2018 год. Ничего не делалось. Поэтому по фундаменту скажу, там ребят полный, как говорится, крак. Оно на болоте стоит, это здание. Его не надо было там строить. Поэтому по прочтению там написано, что надо здание не ремонтировать, а строить на другом месте. По водоемам, по береговой линии, значит, есть еще рыбное хозяйство, прудовое рыбное хозяйство. Это взять наше хозяйство в Красногвардейске. Оно в свое время было построено в Соболске рыбокомбинатах. И поэтому вот эти правила, которые вы сейчас хотите, как говорится, проголосовать, они к этому как раз не относятся. Там береговая линия тоже, получается, к этому рыбному хозяйству относится. Есть обознавательные знаки еще с советских времен. Поэтому надо тут тоже смотреть и делать какие-то исключения. Если, допустим, пруд, Красногвардейский, там понятно, там все отдыхают. А там, если, получается, залепляется рыба для производства, для реализации, поэтому там все и контролируется, и личных людей там не должно. Стоит отметить, и до депутатской деятельности в Геннадии Виноградове местные жители никогда не сомневались. Они всегда получали от него помощь и поддержку в решении любого вопроса. А теперь, когда он официально занял место в Думе Артемовского городского округа, жители поселка уверены, что в Красногвардейском начнется продвижение к улучшению качества жизни людей. Так рабочие встречи депутата с местными жителями становятся уже традицией, на которых люди доводят до сведения народного избранника проблемные вопросы, требующие действий от чиновников администрации Артемовского городского округа. На одной из таких встреч Геннадию Виноградову поступил вопрос от жителей поселка по поводу ремонта дороги. Вот от жителей улицы Нагорная. Просим рассмотреть вопрос о ремонте участка дороги от улицы Мичурина, от тракта, до дома номер 16. Это последний дом у нас вот на этом промежутке, к домикам идти. Улица Нагорная. Тракт идет на эрбит. И вот от него идет. Вот этот участок до дома номер 16. В 2017 году в начале улицы был произведен ремонт теплотрассы, после чего раскопанный участок был просто засыпан землей. Вот в результате образовалась на дороге канава, глубокая канава. Дальше, позже, в 2018 году грейдер равнял дорогу, снял поверхностный слой и всю щебенку сыпали в канаву. Вот то, что было там маленько, сейчас там образовались ямины глубиной до 40 сантиметров. Я не знаю, кто так работал. На улице проживают в основном пенсионеры, физически и материально не способны произвести ремонт своими силами. Просим вас заложить бюджетную смету восстановления дороги по улице Нагорная. И вот все подписи. Что-то я не понял, так 30 метров всего? 300. А, 300? 300 метров. Одним из вопросов, с которыми пришли жители к депутату, стало уличное освещение. У нас, значит, канавы, как встанешь, так доколеет. По всей улице. По спорту. По спорту улице. Идут дети. И они эту грязь ни один раз уже пали. Потому что света-то нет. И вот мы, значит, как раз спортовик туда дальше проходит на горе. На горе проходит спорт-то так. И вот вообще такие канавы, невозможно канавы. Света на нашем столбе около ключика нет. Прошлое, значит, уже осенью тоже настаивали, настаивали, что вы на горе поставьте столб и сделать свет. Не видно никакие переходы. Не видно эту гору. Идешь теми. Такая теми. Столб-то стоит. Но результата-то никакого. По словам Геннадия Виноградова, проблемы поселка копились десятилетиями. Еще с советских времен. И что самое печальное, сегодня в кругах муниципальной власти. На все эти проблемы смотрят сквозь пальцы. И то по принуждению. Они уже годами эти проблемы наслаиваются, наслаиваются и ничего не решаются. Вот я сидел, значит, в свое время в депутатах. Чего я добился? Я был депутатом. Единственное, я добился. В 2009 году все-таки сделали экспертизу школы. Школа находится на тот момент в ограниченном работоспособном состоянии. Все здание требует капитального ремонта. На тот момент, в 2009 году, я уже устал об этом говорить. И что сдвинулось-то? Ждут, когда развалится это здание полностью, еще кого-нибудь там придавит. По поводу улучшения качества питьевого водоснабжения жителей поселка, депутат высказал свою точку зрения. Отметив, что в Артемовском городском округе чиновниками принимаются решения необдуманно. Лишь бы выбросить деньги на ветер. Ну и раз шумели, кричали и нашли нам установку импортную, которая в то время, значит, в Свердловской области вообще не было таких установок. Никуда не были такие установки установлены. За 12 миллионов эта установка была привезена. 3 миллиона за то затраты пошли, еще это, получается, 15 минут за то, чтобы ее установить, пустить в эксплуатацию. Но самое-то интересное, получается, эту импортную установку, будем говорить, может, и неплохую установку, так как она дорогая, установили на скважину, которая техническая скважина. Это о чем говорят? Что там за специалисты? Такую установку на техническую скважину устанавливали. Но денег сорвали. Мне так, как говорится, по информации известно. На сегодняшний день эта импортная установка, она не работает как надо. Она состоит, получается, эта система, этого оборудования, ну, будем говорить, из Венев. Одно звено выпало, все. Значит, установка работать уже не будет как надо. А там, похоже, ни одно звено выпало уже. Также, может, кому-то интересно такие установки иметь. Но никак не красногвардейскую. Специалистов у нас нет, чтобы ее обслуживать. Она даже до сих пор, перевода нет с итальянского. Мне так, как говорили, предподнесли. Я к тому, что вот эту установку, ее не надо было сюда вообще затягивать. А так как еще плюс вода плохая, я считаю, надо не деньги вбухивать коту под хвост, надо похоронить эту установку. Ну, может, если есть возможность продать. Если же из-за 15 миллионов, которые нам установку подкатили, как говорится, сюда, два дурака же, да, один продает, другой покупает. Я так смотрю, ну, кто продал, тот молодец. Кто купил, наша администрация, тоже молодцы. Дураки, получается, наш народ красногвардейский. Вот так вот. Поэтому надо, я считаю, думать о том, чтобы по 102-й скважине надо заниматься. Вода там качественнее. И, как говорится, возродить это все, как оно было. Может, что-то там добавить. Но импортные установки, я считаю, нам просто не нужны. Нам надо, что, как говорится, попроще, да понадежнее. На качество воды необходимо влиять заменой давно изжившей сети водоснабжения, считает депутат. Насчет этих примесей, насчет этих фильтров, я повторюсь, я говорил уже на Думе, при чем тут эти фильтры, при чем тут эта скважина, там, качество воды. Если у нас эти дома, которые подпитываются из этой скважины, они стоят 60-х годов, их там много домов, они много-квартирники. И вся эта система, получается, немененная. Она же железная труба. Это что, это коррозия, ржавчина. И если же люди сейчас, он кран открывает в другой раз, смотрим, что там вода на свет рыжая бежит, они ее пить-то не пьют. А деньги платят за нее. Как за питьевую. Поэтому, если Булнаш кричит «кремний, кремний» у нас, а у нас уж на это просто внимания не обращает, и толку-то, получается, нет. Сколько людей не шумят, результатов нет. Как вода была рыжая, так она и бежит эта рыжая. Скважину поставили импортную за 15 миллионов. О каком развитии Артемовского городского округа муниципальное руководство ведет речи, Геннадий Виноградов не понимает, когда на его родной территории идет полный упадок. У нас как-то интересно получаться, по телевизору-то красиво говорят. Взять вот Чечню, там война была, там все разбомблено, все восстановлено. Сегодня там у нас спортсмены мирового уровня. А в Красногорельске войны-то не было. Какое развитие-то идет. Все к упадку идет. У нас за последнее время, я что скажу, вообще, что построили? Плотину ремонтировали, нам дорогу обезонной построили. И разобрали. Денег, говорят, около 15 миллионов туда, в Валяно. И дорогу-то разобрали, получатся. Ну а у нас вот крановый завод. Вот он, через окошко вот смотрим на него. Что такое крановый завод? Это основная организация была в поселке, головная. Жил завод, жили люди. Все делалось. Дороги, освещение, все ремонтировалось. На сегодняшний день он потух. Леспропост, химлесхоз, ладно, понятно, там, может, уже не такие объемы лесом заниматься, может, не стало выгодным. По крановому заводу. Но неужели промышленность у нас нулевая вообще никакая? Если при Демидове, в те времена, в Демидовске, завод этот, будем говорить, работал, люди работали. А у нас сегодня все потухло практически. И столовой, которая нужна, они что сделали? Сюда пятерочку затянули. Что такое пятерочка? Она налоги у нас в России не платит. Магнит затянули. Первая наша, будем говорить, точка, этот магнит. А то, что предприниматели этим самым, получается, наших местных, которые обеспечили поселок, они подсаживают. Вот смотрите, я что хочу сказать. По крановому заводу-то, по развитию-то. Человек, который сидит там, будем говорить, он же не хозяин, его поставили. Если он кого выгодно, того и поставит. И этот человек, который сидит, он даже не наш, не поселковский. Поэтому разве он задумывается об нас? Понятное дело, даже по его примеру, если там была столова, которой, значит, пользовались и его же люди, кроме этого, население пользовалось. Там кое-какие мероприятия проходили, поминки там, свадьбы. И вот на это на все он глаза закрыл. Ему это невыгодно. Он сдал ее пятерочке в аренду. Ему интереснее так вот. Вот так вот у нас развивается поселок. В Думе Артемовского городского округа Геннадий Виноградов относительно недавно. Напомним, он был избран депутатом на состоявшихся в сентябре до выборах. Поэтому смог свежим взглядом оценить работу всего депутатского корпуса местной Думы. Есть там добросовестные депутаты. Народ их выбрал, они стараются для людей. Из кожи лезут, только ничего не получаться у них. Но есть и такие, которые просто присматриваются, новенькие. Они еще не поймут, как и я первый раз. Тоже недопонимал многого. А есть и такие, которые уже приспособились. Сидят, вроде как бы депутаты. Думают о себе больше. Сейчас вот так вот. Не называй фамилии. Сами все видите, сами все понимаете. Стоит отметить, одновременно с личным приемом граждан депутатам в соседнем здании с поселковой администрации в клубе «Кварц» проходила встреча ветеранской организации, на которую Геннадий Виноградов смог также заглянуть. Здесь обсуждались также весьма острые темы для жителей поселка. Люди пили ржавую воду сколько времени. И пока мы в 10 инстанций не написали, вопрос вообще никак не решался. И также тоже по мусору люди не могли получить ни субсидий, ничего, потому что у них по квитанциям шли долги. А этот вопрос, я говорю, мы сколько раз собирали, приглашали Миронова сюда, он поулыбается, свое скажет, а потом вот все. И вот знаете, все-таки вот пока здесь члены присутствуют, для меня вот лично, да, вот не доходит та ситуация, что получается с мусором. Вот я сейчас найду вам и покажу схему. Вот смотрите, по мусору, вот такая вот схема мусора. Значит, региональный оператор заключает договор подряда, транссервис, ООО «Транссервис». Он заключает с полигоном центр клиентских услуг. Полигон клиентских услуг заключает ЖЭО, это карта, Арсенок. Вы посмотрите, какая цепочка, при этом еще присутствует энерго-бит плюс. Мы все понимаем, что это все пойдет копейка с людей. Вот, вот эти все вышеперечисленные, как возил Арсенок, так он у нас и будет возить. Но мы сейчас платим определенную сумму, а когда придет региональный вот этот оператор, мы будем платить еще за трем-четырем фирмам. За что? Вот давайте как-то этот вопрос объединимся и будем его стучать наверху. Почему с пенсионера? Вот у нас в основном сейчас население чуть ли не пенсионеры, в основном поселке. Молодежь, даже если прописана здесь, они все живут на заработках где-то, потому что работы нет. И вот когда этому конец будет, и вот они же проулыбались все. Вот как вот говорю про маршрутку эту, междугороднюю, что ну ужас какой-то, как мы ездим, как смертники. Приехали, до этого летом женщина, говорит, так же сломался, высадил их в районе Березовска, колодки горели. И в салоне дыма было вообще хоть топор, люди ехали, задыхались, ехали. Вот. Сейчас до этого еще случай, вот весной было, заморозки были, женщина в больницу с ребенком поехала. Ребенка укачала, его, значит, ребенка, ну, кое-как уговорила, чтобы он остановился, вывел, он сел и уехал. И она с ребенком в Покровске в 6 утра, полшестого утра, она не знает, я не знаю местность, она приезжает, куда идти, чего идти, вот встречный ребенок в тоненькой кофточке. И вот, понимаете, и вот с ним разговариваешь, он даже разговаривать не хочет, кричит, и у меня нет ничего и не будет, ну, значит, нет ничего и не будет. Ну, как-то слышала по телевизору выступал Режевской, значит, этот предприниматель, который занимается перевозками. И говорит, что все можно организовать при желании. Тема прихода на территорию Артемовского городского округа регионального оператора. Новая схема сбора и вывоза мусора, а также тарифов вызвала жаркую дискуссию. И массу вопросов у собравшихся ветеранов. Телевидение где, да, говорили, вы компостные ямы несите, они с этим пластмассовым мусором не знают, что делать. А что будут делать они, вот если люди вот эти ветки потащат, обрезанные, и все. Ну, мы живем, у кого-то есть скотинка есть, у кого-то огороды есть, значит, все это аккуратно складируется для того же перегноя и для чего-то доброго. И вот этот РЭП утверждает на основании чего? Надо, давайте какую-то комиссию создавать, чтобы контролировал РЭП. Ну, как они вот, я понимаю, так что они утверждают то, что им приносят предприниматели. Принесли, ну, посчитали, сходятся, но предприниматель может тоже много чего написать, правильно? Вот у нас бывает два раза в неделю машина, ага, и она полупустая уходит иногда с мусором. У нас машина, не контейнера, у нас машина. Вот, за контейнера говорить ничего не буду, потому что вижу, где-то вообще сверху навалены. Кроме того, удалось узнать, что оказывается на территории поселка Красногвардейский проживали два героя Советского Союза. И вопрос установки памятника в их честь тоже тревожит местных жителей. Поставят памятникам, памятники двум героям Советского Союза. Это не Советский Союз. Но человек задал вопрос. Каким героям? Панов и Старченко. Обещали, я обращалась туда, в Совет ветеранов Артемовский. Потом звонили, куда мы? В Свердловск. Нам обещали. Я вас понимаю, но памятника действительно нет. У нас два героя Советского Союза. А памятники-то где хотят установить-то эти памятники? У нас же есть место, где памятники. Там два бюста можно поставить. Члены ветеранской организации активно обсуждали вопрос установки памятника односельчанам, героям Советского Союза, а также выбор места для его установки. У нас прекрасное место есть, где химик его демонтирует. Мы планировали там посадить, шикарную такую красивую аллею сделать. Там как бы он совсем пустой, вид на пруд. И вот можно было бы там и сделать. Зачем? Они из центра поселка. Хорошо, где в центре предлагаете медицинский? А вот площадь, а вот здесь можно дети на площади сделать. А на площади? Рядом с этим памятником. Наш Совет ветеранов это не решит. Мы можем написать действительно и в областную снова, повторить вместе с районной организацией, написать ходатайство в областную, чтобы какое-то решение было принято по этому вопросу. Действительно, небольшой поселок, а два героя Советского Союза. Ну, надо людей помнить. Данное ветеранское собрание стало своего рода продолжением приема граждан поселка с проблемными вопросами для депутата Геннадия Виноградова. Ведь, как оказалось, перечень местных проблем не ограничивается плохим качеством воды, потерянных дорог, отсутствием уличного освещения. Вопросов действительно много. Значит, и работать есть над чем депутату Геннадию Виноградову.